здравствуйте друзья с вами юрист антон сорвачёв давненько у нас не было рубрики истории отношений начнем сразу с места в карьер антон добрый день меня зовут борис хотел бы рассказать свою историю думаю она была бы очень поучительно для всех подписчиков вашего канала на ю тубе ну спасибо борис эту историю не прислал через вконтакт ссылки на мой вконтакт на мой сайт и на дружественных блогеров в описании под видео переходите смотрите ознакомливать продолжим дальше читать эту поучительную историю сразу скажу что мне почти 30 в жизни толком ничего не добился так как родители рано развелись мне был 11 сестре 8 ну здесь можно сказать что есть много мужчин которые вообще выросли без родителей которые много чего добились с другой стороны конечно нельзя отрицать тот факт что развод родителей естественно бьет по ребенку по его психологическому состоянию естественно тут даже вариантов вариантов нет это уже давно изучено всем переизучено и так мы с сестрой остались с матерью и пошли по кривой дорожке сестра стала рсп рсп это разведенка с прицепом ну то есть у автора письма в автор истории сначала мама стала рсп хай разведенка с прицепом развалила свою семью рассказать и с ребенком пошла куда-то да не будем катаритизировать куда затем по ее стопам соответственно пошла сестра автора письма я в свою очередь увлекался только компьютерными играми и пивом за гаражами знаю что все зависит только от тебя самого но думаю что таких историй в россии миллион это правда миллион все-таки в детстве закладывается фундамент на всю жизнь при этом я не обречен каким-то слабоумием и дебилизмом основная проблема это лень но тут опять же вопрос такой достаточно серьезный может быть это и лень рожденная черта характера или приобретенная может быть это последствия депрессии то что некоторые люди принимают залезть за лень это на самом деле последствия депрессивных состояний вызванных с различными происшествиями в жизни ну если сам автор письма характеризует это как лень значит лень бросил вуз на пятом курсе в скобочках дурак решил сходить в армию на годик после демобилизации стал жить с бабушкой и дедом так как сестра уже родила и жила с матерью мне там места не было то есть он жил с бабушкой дедом сестра рсп хожу вас мама рсп их ну такая образовалась классическая бабья яма из которой уже сложно будет следующим поколением девочек вырваться если вообще возможно на новый год 2015-2016 меня пригласили друзья это мне познакомиться с героиней данного рассказа назовем ее даже при этом я был в легких отношениях с другой девушкой назовем светой которая тот новый год отмечал у родителей в родном городе дальше мне понравилось и спустя пару дней ну вот видите опять же к вопросу о том на человек пишет что ему почти 30 только в жизни ничего не добился ленивый бросил институт но при этом у него здесь вот и отношения со света и так сказать и даша появилась и все нормально поэтому проблем с девушками как я понимаю у него нет в отличие опять же от многих людей которых я видел которые супер умные супер красивые супер богатые целеустремленные и так далее так далее и не могут себе не то что так сказать спутницу жизни найти но и женщину которая им условно говоря даст без денежного на то так сказать эквивалент истории знаю масса поэтому опять же делаем вывод в очередной раз что успех женщинами зависит не от того насколько вы финансово богаты не от вашей целеустремленности не от вашего роста не от вашего пузо не от вашего кубиках на прессе не от вашей мускулистости не от вашего алкоголизма или не алкоголизма это зависит от ряда других факторов как пример приведу девушка влюбляется в парня потому что у него мочки ушей похоже на мочки ушей и и батя или он пользуется одеколоном который пользовался предположим первого любовь и так далее так далее такие кстати примеры приводится в одной из книг висовитали совсем рекомендую к прочтению не заморачивайтесь ребят вы никогда не угадаете что нужно той или иной девушке поэтому будьте с собой не загоняйтесь ну если у вас такая судьба и жизнь что не нравитесь вы женщинам ну так сказать что называется бывает хотя опять же редко встречаешь таких людей которые вообще всем женщинам не нравится поэтому ребят не загоняемся так сказать если вы качаетесь зарабатываете деньги делаете какие-то пластические операции или еще что-то ради женщин она того не стоит абсолютно это уже также доказано и передоказано всеми вообще абсолютно все от психологов до рок-музыкантов которые пишут книги про отношения это так сказать мы просто избитая истина опять же как пример автор письма отношения с различными девушками есть при этом так сказать особо не напрягается живешь называть свое удовольствие играет в компьютер пьет пиво ему норм так дальше мне понравилось то пред мы были отношения даже мне понравилось и спустя пару дней я уже нашел ее контакты через наших общих друзей к этому моменту вернулась света я спокойно с ней расстался дабы не быть козлом джентльмен однако пригласил дашу на первое свидание потом 2 у нас завертелась скоро выяснилось что она девственница этот момент очень важен позже объясню почему причем ей на тот момент был 21 год что меня слегка удивило в наше то время но на самом деле зря удивляетесь даже в наше время еще и не такое что называется бывает я отнесся к этому спокойно ну логично так сказать не стоило вокруг нее бегать и рвать на себе волосы а девственница и ну спокойно да она заметно нервничала тоже логично в знаменательный день 8 марта она наконец решилась на свой первый секс вот ребята что нужно дарить 8 марта женщинам они вовсе ваши трупы цветов были сложности и кровь поэтому девственность была сто процентов еще через пару недель умер мой дед в январе схватил пневмонию позже открыл 40 легких я остался один с больной бабушкой который к своим 80 годам уже перенесла 3 инфаркта и операцию по удалению опухоли и вот тот появился первый звоночек даже начала ныть по поводу того что все наши друзья снимают квартиры и живут вместе при этом нужно понимать что после потери девственности у нее начали активно играть гормоны она хотела секса постоянно не буду к иметь все-таки они биолог не буду комментировать по поводу гормонов но просто примем как факт женщина потерял девственность и начала хотеть постоянно секса бабушку я оставить не мог поэтому возникали конфликтные ссоры я все же думаю что она не секс хотел постоянно она хотела так сказать попробовать самостоятельно жить но дальше про это будет конечно тексте письма то есть а секс был всего лишь предлог типа дорогой хочу с тобой постоянно ебаться но бабушка мешает давай снимем квартиру ты за нее будешь платить но в крайнем случае там я что-то буду добавлять вот и соответственно все секс будет круглые сутки секс будет круглые сутки первые несколько дней потом все реже 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 поэтому дело не в том что она секса хотела ебаться как одержима в июне этого же года так бабушка оставить не мог в юне этого же года спустя полгода после знакомства нас пригласили на свадьбу эти самые друзья с нового года еще спустя пару дней жених мне рассказал что нет на девичники в клубе crazy дейзи парни будьте бдительны это самый грязный бледушник москвы был я в этом бледушники подтверждаю моя блага благоверно единственный всех подруг сосалась по пьяни с левым парнем у меня до сих пор идут упреки когда я рассказываю эту историю нужно понимать что на девичники были все девушки моих друзей мы с парнями в это время отвечали мальчишник на моей даче с водкой и шашлыками и не отпускать свою было бы странным я написал ей смс что все знаю она после этого приехала и слезах умоляла простить ее при этом я перед ее приездом напился и по пьяни тоже разревелся и начал орать на нее зачем она так поступила скобочках это было моей ошибкой никогда так не делайте но действительно орать на женщину вы ее не переорете ее не впечатлить а свою слабость покажете если у вас нервы сдали в здоровье значит вы слабый здесь опять же кроется такой нюанс что самый психологически сильный мужчина как я про часто говорю слабее самой психологически слабой женщина женщина всегда психологически сильнее чем практически любой мужчина. Поэтому если вас женщина выводит на то, что вы орете, нужно, так сказать, из этой ситуации нет нормального выхода. Нужно потихоньку сворачивать с ней отношения, поскольку если она вас выводит на то, что вы орете, соответственно, она уже вас не любит, вы орете, показываете свою слабость, она еще больше вас не любит, если это возможно. Ну и, так сказать, это вот как некая такая воронка, из которой выбраться нереально. Не будет уже такого, если женщина вас выводит на вот такие эмоции негативные, не будет уже такого, что она возьмется за голову, одумается и начнет, так сказать, и вы тут-то вы заживете долго и счастливо. Наверное, есть какие-то исключения, но они подтверждают правило 100%. Так. В общем, спустя неделю я ее простил, в скобочках, опять ошибка. Ну да, тут прослеживается явно непосредственность действий, то есть, либо изначально не нужно было, так сказать, подавать виду, что ты знаешь, что она сосалась, так сказать, с другим парнем. Ну, пососал с другим парнем, потом потрахалась еще одним, с двумя, с тремя, ну, так сказать, колды тоже люди. Вот, либо уж если решил ее бросать и начал на нее орать, ну, надо было все-таки доводить где-то до конца. Прощающий мужчина, что-либо прощающий своей женщине, всегда выглядит беспомощно, слабо и отвратительно в тех же самых женских глазах. Это мы с вами, там, я вас прощу, или вы меня простите, так сказать, мы утирая слезы умиления, разойдемся, понимая, какие мы с вами благородные люди. Если же вы простите женщину, то она поймет только то, что вы слабак, и будет дальше делать еще хуже. И вскоре она переехала ко мне и стала жить с бабушкой, помогать нам, в скобочках. Тут вопросов нет. Наверное, стоит рассказать историю Даши. Конечно, почему нет? Ее мать вышла замуж за боснийца, но в 90-х он трагически погиб. Даша осталась с матерью-вдовой и маленьким братом. То есть, семья уже не полная. В итоге мать вытащила обоих, Даша поступила на стомат в Сеченовку. Думаю, все понимают уровень этого вуза и знают зарплату стоматолога в частных клиниках. Уровень и зарплаты приличные, подтверждаю. Беря пример с матери, Даша росла сильной независимой женщиной. Ну, в кавычки здесь, то сильной независимой. Но так как я был у нее первым, то она вкладывалась в отношения. Покупала подарки, платила в магазинах, помогала ухаживать за моей бабушке. Я бы не привязывал это к тому, что вы лишили ее детственности. Скорее всего, она, с одной стороны, так воспитана, с другой стороны, в ней заложена такая модель отношений. Но, опять же, сильная независимая женщина, она реально сама все покупает, сама на себе все тянет. Вот поэтому она насмотрелась на маму и, так сказать, вкладывалась, что называется, в отношения. Действительно, сама все покупала. И она без, возможно, даже без кавычек, вот, сильная независимая женщина была воспитана. То есть, я бы здесь не делал бы акцент на том, что так как она, ну, так как вы у нее первые были, она в это вкладывалась. Нет, дело не в этом. Дело именно в воспитании. Вот почему сильная независимая в кавычках? Потому что многие сильные независимые женщины, они в случае каких-то неприятностей тут же зовут на помощь мужчину. Мужчина помогает, там, деньгами, своим участием, там, еще как-то. И после этой помощи они тут же становятся снова сильными независимыми, я тебе ничего не должна. Вот это вот сильная независимая в кавычках. Когда женщина на себе тянет, когда женщина вкладывается в отношения, зарабатывает деньги, там, покупает, еще что-то делает. Вот здесь уже можно без всяких кавычек и ухмылов действительно называть ее сильной независимой. Вот тут еще один подвох. Так как ее брат со своей девушкой жила у матери, то Даша скиталась по подругам и не имела своего жилья. Поэтому и поселилась у меня под шумок. Ну, это вот то, о чем мы говорили. Здесь дело не в том, что она естись хотела, как не в себя. А дело в том, что она реально хотела начать жить одна. Тут можно разные теории выстраивать. Может быть, она хотела свою семью выстроить не так, как у матери, там, вот, наперекор ей, чтобы у нее все было хорошо. Естественно, нужна отдельная жилплощадь. Может быть, просто хотела вами попользоваться. Хотя, если вы пишете, что вы ничего не добились и лентяй, то, ну, наверняка она должна была даже в свой 21 год понимать, что в эту квартиру не потянет и все тянуть нужно будет ей. Достаточно много знаю историй, когда женщины вот таких вот, ну, лентяев содержат, живут с ними годами, так сказать, и особенно не ропщат. Но обычно это некрасивые девушки, которые не пользуются успехом у мужчин. Обычно это такие. Хотя, опять же, везде есть исключения, которые так или иначе подтверждают правила. Поэтому вот из того, что я пока прочитала, я делаю вывод, что Даша на, ну, внешность у нее, так сказать, по десятибалльной пикаперской шкале, ну, хорошо, если на пятерочку, вы, так сказать, ну, обычный парень просто такой, ничем особо не выделяющийся, да? Вот вы сами про себя так пишите, что ничего особо не добились. История таких миллион, да? Есть такое. Так, это тоже очень важный момент. Далее поймете, почему. Несколько раз я палился на сайтах знакомств, не мог простить ее поцелуя на девичники, искал замену. Ну, вот это как раз... Опять же, что значит палился? Если ищите замену, ну, как бы это... Понятие, в чем унижение? Вот вы говорите, палился на сайтах знакомств. Если вы приняли на себя решение жить с этой женщиной, искать ей замену, то вы не палитесь на сайтах знакомств. Она видит, что вы ищете ей замену и все. Палитесь на сайтах знакомств, когда вы, так сказать, там под одеялом, говоря ей неправду там, что вы там, не знаю, переписываетесь по работе, на самом деле на сайтах знакомств там себе ищите и очкуете ей в этом признаться. Вот очкуете прям. Вот вам прям... Вы понимаете, что занимаюсь чем-то нехорошим, а смояться не можете, так сказать, и себя оправдываете. Вот это вы палитесь. А если вы приняли решение, что я пока поживу с тобой, дорогая, но ищу замену, то вы не можете спалиться. Она говорит, блин, ты на сайте знакомств. Ну да, помнишь, ты сосалась, извините, замену ищу. Здесь нет никакого палева. А так как вы палитесь, то в этом такой алинизм, что называется, есть такая слабость. Слабость вы проявляете. Даже это не алинизм, а именно слабость в отношении женщины. То есть вы за ее спиной что-то делаете, а когда она вскрывает это, устраивает скандал, говорит, нет, дорогая, я больше не буду так делать, клянусь тебе, все, я удалюсь. Потом все равно продолжает делать. Снова она вас находит на этих сайтах знакомств, так сказать, и снова вот эта вот история. Вот это отвратительно и омерзительно. Это недостойно, конечно, мужчины. С моей субъективной точки зрения. Продолжение. Она закатывала истерику по этому поводу, я постоянно отмазывался в отместку, она сама пару раз демонстративно регистрировалась на подобных сайтах с целью отомстить и вызвать ее ревность. Ну видите, вы бабским методом действуете, такими слабыми, она бабским методом действует. В итоге скандалы, так сказать, все недовольны. Вот. Это слабость. Это, на мой взгляд, это неправильно. Уж если решили на сайте знакомств зарегистрироваться, она вас спалила, ну и скажите, да, да, меня не устраивает, что ты сосешься там под воротнем, я тебе ищу, так сказать, замену или спутницу, секс втроем, пожалуйста, так сказать. Вот сама принимай решение. Живишь, называется, с этим. И дальше продолжать искать. Вот это по-мужски, это нормально. А вот эти вот скандалы, обещания и потом их нарушения, это, конечно, еще раз повторюсь, это слабость, это неправильно. Это продолжалось около года. В августе 2017-го умерла бабушка, и человек остался один в квартире. Еще стоит упомянуть, что у меня была коллега на работе, с которой чисто дружеские отношения, она знала все о Даши, о наших отношениях. Это тоже характеризует вас рассказывать про свои личные отношения другим бабам, другим мужчинам. Это бабские поступки. Ну, на мой взгляд, опять же, тоже здесь могут быть разные мнения, я свои не навязываю. Я бы не стал бы, так сказать, своим каким-то знакомым женщинам рассказывать про свои отношения. То есть, чтобы она все знала. Ну, блин, ну это пиздец, ребята. Еще раз, дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Так сказать, это ваша знакомая использовала вас просто, ну, как... Как Шута Горохова, вот. Ну, ей интересно, всем девочкам интересно узнавать, совать свой нос в чужие отношения, узнавать, как. А вы, так сказать, в роли Шута Горохова выступали, все ей рассказывая. Про ее-то отношения вряд ли вы что-то знали. А если она вам что-то и рассказывала, так сказать, Алла Верды, то там 90%, если не 100, лжи было. Вот. Это, опять же, это чисто такая классика. Вы, Шут, веселите, так сказать, барыню, вот, которая называет вас вашей подругой. Уж извините. Так, вот это реальная правда. В беседах с коллегами я несколько раз упоминал, что жениться на Даши не собираешь, что у нее маленькая грудь, и она истеричка. Тоже неправильно. Вот здесь вот тоже я бы обратил внимание. Тоже это не по-мужски. Хуесосить. Какая бы она ни была, но хуесосить свою бабу за ее спиной в коллективе, в каком-то неком коллективе, Ну, так поступают только очень... Это не мужчина, это не мужской поступок абсолютно. Это бабий поступок. Ну, это такой вот чисто бабий, да. Так сказать, сплетни, хуесосить, так сказать, за глаза того, с кем живешь. Обратите внимание вот на эти несколько моментов, которые я указал. И, так сказать, ну, реально сделайте выводы. Респекта вам будет больше. Причем и со стороны мужчин, и со стороны женщин. Поскольку баба, которая раз хуесосит своего мужа, выглядит очень некрасиво, каким бы он ни был хуевым. Но мужик, который хуесосит свою бабу, так сказать, в коллективе, да, где-то на публике, он выглядит в миллион раз более омерзительно, чем вот эта баба. И это именно мужик, это не мужчина, это не мужской поступок. Впоследствии Даша нашла эту переписку, всегда считала себя Шерлоком в юбке, рыскала в моих гаджетах и компьютере. Еще одна моя ошибка, парни, будьте внимательны. Ну, здесь уж, конечно, никакому уважению не идет ни с ее стороны в вашу, ни с вашей стороны в ее, ну, понятное дело. Можете представить ее негодование, истерику и слезы. Через пару месяцев случился полный пиздец, значит не назовешь. После очередной пьянки в гараже с друзьями я еле дополз до дома, где Даша устроила скандал и не пускала меня погулять с собакой. В итоге я, словив белочку, набросился на нее с кулаками. В скобочках, никогда не повторяйте это, вбить женщин нельзя, это еще одна ошибка. Дружище, это все понятно на самом деле, вот то, что ты акцентируешь внимание на каких-то ошибках, ну да, действительно это ошибки. Но то, на чем ты не сакцентировал внимание, это еще более важно на самом деле, вот реально. То есть не хуесосить свою бабу в чужом коллективе, так сказать, под чужими друзьями, не рассказывать какой-то бабе, которая считает себя вашей подругой, так сказать, всю подноготку ваших отношений. Ну и еще вот то, на что я внимание обращал, вот это даже более важно, чем то, что ты подчеркиваешь. Действительно, не надо бить бабу, понятное дело, можно попасть в серьезные неприятности. Но это лежит на поверхности, это и так все знают и понимают. Она вызвала полицию, нас отвезли в отделение. В разговоре с сотрудниками я честно признался, что перебрал. Но опять же, когда женщина вызывает отношения у вас с полицией, вот с этого же дня нужно вообще прекращать с ней рвать всякие отношения, прям тут же. Если вы этого не делаете, вот это уже куколдизм, оленизм, там как хотите называйте. В разговоре с сотрудниками я честно признал, что перебрал, хоть это было видно. Она меня провоцировала, я соврался. Но в итоге ее убедили не писать заявление. Тут хочу сказать отдельное спасибо полицейским за то, что не проявили оленизма. Полицейские, на самом деле, не проявили оленизма в этом случае. Они, с одной стороны, геморрой себе не захотели, а с другой стороны, просто чисто по-человечески пожалели тебя, дурака. Ну, вот так по сути. Вот и все. Могли бы и не пожалеть, и были бы у тебя проблемы. Пусть небольшие, вряд ли бы за это тебя посадили, но тем не менее проблемки были бы. На следующий день она пошла на работу. Вот опять же, на следующий день никого не должно было быть. Если баба вызывает в отношении вас полиция, чтобы вы не сделали, все. Должна быть прям огненная стена, все. Там все, на следующий день я пошел на работу, там все рассказал коллегам и вечером в компании. А, она рассказала коллегам, вечером в компании боевых оленей. Как вы любите, опять же, ну, ее-то, наверное, можно понять, она баба, хотя тоже не женщина, это не женский поступок. Хуесосить своего мужа, сожители, там, кого угодно в коллективе. Это бабские поступки. Так же, как и не мужской поступок, хуесосить свою женщину. Ну, это мужицкий поступок. Поступок мужика крепостного такого. Он нажрался там, что-то язык не контролирует, пошел там, всем все рассказал. Значит, она рассказала это на работе все. Олени были возмущены избиением невинной девушки, хотели устроить самосуд надо мной. Ну, самосуд, я думаю, это слишком громкое слово. Но, по ее словам, она еле уговорила их не подниматься в квартиру. Ну, опять же, может, так сказать, хотели устроить самосуд, может, все ее нахер послали, она это придумала. Ну, мы же это не узнаем. Далее вкратце. Она уехала к маме, а через неделю уже не вернулась ко мне обратно. Не она должна была уехать к маме, а не вернуться, а вы должны были выставить ее за дверь, как только вернулись из полиции. Сменить все замки, врубить блок на всех телефонах, набрать в Яндексе сайт мускулист-санитарный час, пройти его и забыть это, как страшный сон. Если, ну, как-то не доходит, какие-то звоночки не тревожат, так сказать, сознание, да, то после того, как женщина вызывает отношения у вас по лицу, по любому поводу, здесь огненная стена, все. Никаких отношений, никаких контактов. А тут, опять же, ну, видно, что она ведет к отношениям, в отношениях. Она к вам приехала, она уехала. Она уехала к маме. А, через неделю уже вернулась ко мне обратно. Я думала, не вернулась. Ну, блин, так как там жить невыносимо, напомню, что жилья у нее нет. Ну, это нет, нет того, что я сказал по поводу того, что если женщина вызывает на вас полицию, то все, никаких отношений дальше с ней не может быть. Мы встретили Новый год 2018. Это даже не то, что прям какой-то олинизм или не олинизм, это вопрос вашей безопасности. Спускайте с рук вызов полиции, дальше будет то, что она подбросит вам наркотики и вызовет. Полицию сдаст ментам, там еще кому-то. Когда вы в очередной раз поссоритесь. Это просто вопрос безопасности. Ну, и вопрос олинизма, понятное дело. Вот и случился переломный момент, хотя, на мой взгляд, он случился в 2016 году, когда она пососалась на девичнике. А может, не только пососалась, кто его знает. Даша на этот момент уже училась в ординатуре РУДН и устроилась там в поликлинику при ВУЗе. Пациентом в основном студенты ВУЗа. При этом мать накопила ей на квартиру на стадии строительства с дачи весной 2019. В итоге Даша в поликлинике познакомилась со студентом из Узбекистана. Напомню, это РУДН. Мне говорилось, что он просто пациент, в скобочках ложь. Да, надо сказать, что все два года наших отношений я пил пиво, играл с друзьями в комп и работал на низкооплачиваемой работе. Причину, вы помните, с начала рассказа. Ну, родители рано развелись. Что, естественно, раздражало Дашу, она терпела, потому что любила. Шутка! Ни хрена она не любила, ей просто было негде жить и врубилась демка. И все два года отношений она приводила в пример мужа своей подруги. И, опять же, тоже, если женщина приводит в пример мужа своей подруги или мужа своей сестры или какого-то другого мужчину, это не то, что звоночек, это прямо вам в набат вот так орут. Я тебя не люблю, хуесос! Не люблю! Ты плохо работаешь! Крепостной плохо работает! Вот это вот это значит. Это не звоночек, это прямо набат вам в ухо в этом народ. Ну, если вы себя не уважаете, вы продолжаете дальше жить, конечно, такой женщиной. Мужа своей подруги, например, приводила та самая пара, на свадьбе которых мы гуляли. Мол, он каблук и баба-раб, он и сам в гараже между пацанами не отрицал этого, говорил, так проще жить с бабой. Немножко здесь не понял, как она приводила в пример его. То есть, ну, в пример это, типа, положительно. То есть, ей нравилось, что он каблук и баба-раб, ну, это понятно. Женщинам нравится жить с каблуками и баба-рабами. Трахаться с ними им не нравится. И они в них не влюбляются. А жить с ними нравится. И опять же, каблуки и баба-рабы зачастую, если они честные, я, кстати, к таким нормально отношусь, они признают, да, я каблук и баба-раб, да, так сказать, я не могу жить один, да, я не могу жить без женщины. Вот я, ну, согласен, что вот моя женщина надо мной доминирует, ну, я не может, типа, что со мной сделать. Хуже, когда, как некоторые блогеры, бьет себя в грудь, орет, я, блядь, самый крутой альфа-самец, все насадки на член, сколько у твоей бабы было дагестанцев до тебя, а сам махровый подкаблучник. Вот таких вот мразей я, на самом деле, не терплю и не уважаю и готов обоссать им лицо в любой момент времени. Вот, ну, поскольку, так сказать, ну, обосышь лицо такому человеку, вот, и он, глядишь, что-то и начинает понимать. Не всегда, конечно. Вот, а такие, которые себя признают, да, я каблук и баба-раб, ну, к ним я не уважение испытываю, но к ним нормально абсолютно отношусь. А еще через неделю мне удалось получить ее телефон, и я нашел переписку с лучшей подругой, где она пишет, я с ним сходил, и свидание было супер, ну, с узбеком она сходила. Набери мне, расскажу подробности. У меня внутри все сжалось. При разговоре с ней она даже невнятно не смогла отмазаться, спустив все на тормоза. Еще через пару дней она задерживалась на работе, в смс написала, что пошла в кино с подругой, очередная ложь, в скобочках. Я не выдержал и начал собирать ее шмотки. Ну, наконец-то, слава богу, надо было еще раньше не выдержать, а уж после того, как она ментов вызвала, не выдержать прямо в этот же вечер. Вернулась только в час ночи, увидела собранные шмотки в коридоре, начала ныть, но я не поддался. Мужик, мужчина. На утро ее уже не было, на следующий же день я начал жестко оленить, в скобочках не повторяйте моих ошибок, писать ей, признаваться в любви и тому подобное. Тряпка, говно. Но, естественно, было послан, да и с узбеком все быстро завертелось. К слову, он жил в общаге РУДН, родители в Узбекистане. У него ничего за спиной, но он баба-раб. В данной ситуации она немного сломала шаблон, обычно ведь уходят к более богатым, перспективному. Не, дружище. Вообще ни разу. Уходят к разным вообще. Опять же, знаю достаточно много случаев, когда очередную бабу заебал ее очередной муж, вот, богатый, красивый, мускулистый, спортивный, с членом, как у коня. Ну, сам не видел, но по-рассказу. Вот. В постели, как энергайзер. Уходит к дяде Васе с соседнего подъезда с пивным животом, маленьким, настоящим писюном и, так сказать, который живет на пенсию по инвалидности, там, в тысячу, в пять или десять рублей в месяц. Вот. К такому уходит. Полно таких историй. Комнать алкашу-наркоману. Какому-нибудь, так сказать, пузатому старперу без денег, без перспектив. К такому же, как он, то есть, шило на мыло меняет. Полно просто этого, дружище. Никаких шаблонов тут нет. Вот. С ее точки зрения, нет, тут, понятное дело, с ее точки зрения он может быть более перспективный. С ее точки зрения. Но у женщин, ну, женская точка зрения, вот наша, женщины не умеют выбирать мужчин. Не умеют выбирать мужчин. Они путаются в рангах, примативностях, на них все это наваливается. Вот богатый мужчина, но который лебезит перед своей женой, он крутой или нет? Да хер его знает. Но, как бы, какая-то женщина будет думать, что он крутой. Ну, вот Абрамович, который целует свою жену в жопу, отдает ей все половину при разводе. Половину того, что наворовал, а в смысле заработал. Он крутой или нет? Ну, а какая-то баба будет смотреть на нее и думать, блин, какое жалкое ничтожество. Вот. А другая будет смотреть, ой, у него там виллы, дворцы, там, да он, наверное, суперальфач. И будет от него течь. Еще раз говорю, женщины не умеют выбирать мужчин. Сейчас и мужчины, женщины не умеют выбирать. А женщины не умеют выбирать мужчин подавно. Они постоянно у них сбоит эта херня. С ее точки зрения, этот узбек, возможно, более перспективный. Возможно. Но это не значит, что в объективной реальности это реально так есть. Вот и все. Так, она мне потом писала, что нашла удобного каблука, как и мечтала. Вот такая история. Ну и слава богу. В конце еще хочу добавить, что в течение этого года она периодически, ну, опять же, вернусь к тому, да. С вашей точки зрения и с точки зрения, может быть, какой-то объективной реальности, которую вы, может быть, познали, он полное говно. И он реально может быть полным говном. Но с ее точки зрения он будет более перспективным. По разным каким-то параметрам. Поэтому она ушла к более перспективному узбеку, да. Все. Никаких сломов шаблона нет. С ее точки зрения более перспективному. Так. В конце еще хочу добавить, что в течение этого года она периодически пинговала меня. Но убеждаясь, что я так остался мудаком с ее слов, заканчивала общение, восхваляла своего узбека. Какой он послушный каблук и в душе в ней не чает. Последние три месяца пинги вообще прекратились. Видимо, ее отпустила окончательно. Она забыла меня. Наверное, это к лучшему. Я думаю, что и к лучшему. Если прочитаете, просмотрит точнее это видео, где я читаю ваши комментарии, письмо, дорогой, так сказать, автор письма, напишите в комментариях, во что играете. Вот. А вы напишите в комментариях, ну, какие компьютерные игры, так сказать, интересно посмотреть. Нет-нет, да и сам, так сказать, иногда вечерком периодически поигрываю, чтобы мозг расслабил. Вы что все думаете? Пишите в комментариях под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был семейный юрист Антон Сарвачев. Поменяла лентяя на узбека. Или игромана на узбека. Подумай еще, как назвать видео. А вам, ребят, до новых встреч. Ну и понятное дело, что вы подписывайтесь на канал и ставите лайки, помогать продвижению контента. Нас с вами становится все больше. Слава богу. Слава богу.